В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Вооруженными силами Республики Рауль Хаджимба подписал указ о назначении начальником Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майора Василия Лунева. И сегодня же Рауль Хаджимба представил его коллективу Министерства обороны. Репортаж Ринаты Шакая. Президент Рауль Хаджимба представил коллективу Министерства обороны и военному руководству начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики, первого заместителя министра обороны генерал-майора Василия Лунева. Глава государства подчеркнул, что работа по укреплению обороноспособности страны продолжится. Как отметил Рауль Хаджимба, перед руководством Генштаба как органа оперативного управления стоит задача укрепления боевой готовности всех подразделений, входящих в структуру Министерства обороны, взаимодействия с другими силовыми структурами и их подразделениями, а также десное сотрудничество с подразделениями российской армии, дислоцирующейся в Абхазии. Перед руководством Генштаба как органа оперативного управления стоит задача укрепления боевой готовности всех подразделений, входящих в структуру Министерства обороны, взаимодействия с другими силовыми структурами и их подразделениями, тесное сотрудничество с подразделениями российской армии, дислоцирующихся в Республике Абхазии. Мир сегодня как никогда сложен. Вокруг нас происходят процессы, которые требуют хорошей армейской подготовки, слаженности, взаимодействия со стратегическим партнером. Грузия со своими западными партнерами не оставляет попыток реванша и решения вопроса Абхазии и Южной Осетии военным путем. В этих условиях наша задача быть всегда на готове. И для этого необходимо всему личному составу в руководству Министерства обороны предельно жестко требовать от себя и от подчиненных дисциплины. Воспитывать и развивать в новобранцах чувство патриотизма и преданности своей Родине. Хотел бы отметить работу предыдущего начальника штаба Хрулева Анатолия Николаевича, который с 2015 года занимался очень важной работой в части подготовки многих соглашений, касающихся вопроса военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Занимался повышением боеспособности нашей армии. Выражаю ему благодарность и желаю успехов на его жизненном пути. Сегодняшнему начальнику генерального штаба предстоит не менее сложная работа. Стоит задача продолжить те работы, которые мы уже в течение последних лет выстраиваем с Российской Федерацией, с Министерством обороны Российской Федерации. Это вопросы, связанные с темой оснащения нашего военного ведомства, создания условий софинансирования, потому что жизнь требует совершенно новых подходов. Я не сомневаюсь в том, что нынешняя руководство генерального штаба сделает все для того, чтобы наша армия стала еще крепче. Президент Рауль Хаджимба торжественно вручил штандарт начальнику генерального штаба Вооруженных сил страны, первому заместителю министра обороны Василию Луневу. Я благодарен руководству республики за доверие возглавить генеральный штаб Вооруженных сил Республики Абхазия. Основной задачей я вижу для себя, для своих теперь уже подчиненных поддержание высокой боевой готовности вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности на территории Республики. Для этого необходимо очень много и напряженно трудиться. Трудиться не только генеральному штабу, но и всем структурам, которые должны обеспечить безопасность народа. Я думаю, что этот вопрос совместно с Российской Федерацией, совместно с народом Абхазии будет решен. И республика будет уверенно двигаться вперед вместе со своими вооруженными силами. Министр обороны Республики Абхазия Мир Абкишмаре заверил главнокомандующего, что все поставленные задачи будут выполнены. Уважаемый президент, товарищ главнокомандующий, заверяю вас, все поставленные задачи будут выполнены. Новый начальник штаба уверен, что займется конкретно боевой подготовкой и другими вопросами, касающимися для обеспечения безопасности Республики Абхазии. На новой должности Василий Лунев сменил Анатолия Хрулева, который руководил генеральным штабом вооруженных сил Абхазии с мая 2015 года. Василий Лунев родился в 1956 году в Челябинской области, окончил военную академию генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, проходил службу на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В феврале 2008 года Лунев был назначен на пост министра обороны Республики Южной Осетии. В августе 2008 года во время пятидневной войны фактически командовал 58-й армией Северокавказского военного округа и получил ранения в бою под Схинвалом. С 2013 года был военным советником Российской Федерации в Алжире. Рината Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Кабинет министров утвердил государственный план мероприятий к десятилетию со дня международного признания независимости Республики Абхазия. Согласно плану, 26 августа в 11 часов на площади имени Сергея Багабша откроется выставка сельхозпродукции, в которой примут участие представители семи районов Абхазии. Затем в час дня в Центральном выставочном зале Союза художников состоится открытие фотовыставки Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова. В 6 вечера в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чаунба начнется торжественное мероприятие, посвященное десятилетию Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Затем в 20 часов на набережной столицы начнется праздничный концерт. Праздничный день завершится салютом в 9 часов вечера. Руководство Абхазского морского пароходства совместно с топленой компанией «Азид» приступило к ремонтным работам по восстановлению морского вокзала, а также прилегающей к нему территории. На данный момент часть строительных работ уже выполнена. О том, как будет выглядеть морской вокзал после их завершения узнавала наш корреспондент Сарьесмар. Здание морского порта в форме корабля было построено в 80-е годы по проекту, разработанному в Питерском институте архитектуры и искусства. В советское время Сухумский морпорт считался визитной карточкой страны и был достаточно востребован. Он принимал теплоходы и небольшие корабли со всего Черноморского побережья. Но после грузино-абхазской войны вокзал оказался заброшен. Сюда стали прибывать только грузоперевозочные суда, а само здание было частично разрушено. С тех пор в нем не проводился капитальный ремонт. К сожалению, имеющиеся собственные средства компании недостаточно были для того, чтобы все это сделать за короткий промежуток времени. В связи с тем, что мы направляли средства на развитие инфраструктуры, которая задействована непосредственно грузовой деятельности. То есть это морские порты, строительство причалов, усовершенствование, закупка новой механизации. Эта инфраструктура дорогостоящая и которую необходимо постоянно поддерживать. Вокруг административного здания морского пароходства строительные работы уже на стадии завершения. Средствами самой компании, а также благодаря финансовой помощи топливной компании «Азид» была выложена брусчатка. Отреставрированы фасадные части нескольких зданий. Полностью работы планируется завершить до конца этого месяца. Это центральный час города, необходимо привести в порядок, чтобы жители города отдыхали, провели эти праздничные дни в более хорошей, красивой обстановке. У нас, если вы обратили внимание, уже проведены реставрационные работы. Насколько возможно было, мы оставили, сохранили фасад зданий. К 26 числу практически большая часть работ будет завершена. Но, к сожалению, сроки не позволяли. И если бы мы раньше значительно приступили, можно было бы больше сделать. Но в дальнейшем уже к 30 числу и другие объекты будут готовиться. Говоря о других объектах, заместитель генерального директора «Абхазское морское пароходство» Адамир Габуни имел в виду само здание морского вокзала. Пока провести капитальный ремонт на всей этой территории не представляется возможным, ввиду отсутствия необходимой суммы денег. Тем не менее, фасадная часть вокзала облагораживается. Проводятся покрасочные работы, местами заменены облицовочные панели. Надо отметить, что перед началом ремонтно-восстановительных работ специалистами было проведено инженерное и гидротехническое обследование здания на возможность его дальнейшего использования. Были привлечены специалисты, которые провели в том числе и водолазное обследование, которое с стопроцентной уверенностью говорит о том, что этот объект прослужит очень долгие годы, построен он очень добротно. После этого, естественно, мы уже начали по мере возможности приступать к хотя бы фасадной части для начала. В дальнейшем планируется по мере возможности уже постепенно вводить эксплуатацию. Реставрационные работы планируется завершить до конца следующего месяца. А что касается капитального ремонта здания морского порта, руководство Абхазского морского пароходства надеется, что им удастся начать строительные работы в ближайшем будущем. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуми по инициативе некоторых общественных организаций прошел гражданский форум. Мероприятие было приурочено к десятилетию признания независимости Абхазии и 25-летию со дня победы в Отечественной войне. Оценить пройденный абхазским обществом путь с точки зрения современных общественных организаций, извлечь уроки из накопленного опыта и сформулировать задачи на будущее, такова повестка дня состоявшегося гражданского форума. На нем были затронуты такие глобальные вопросы, как взаимодействие институтов гражданского общества с органами власти. С докладом на эту тему выступила политолог Нателла Акаба. Одной из задач этого гражданского форума – это налаживание конструктивного диалога между гражданским обществом и властью. Потому что это очень важно. Как показывает мировая практика, в странах, где есть диалог между гражданским обществом и властными структурами, и когда они совместно решают какие-то проблемы, всегда достигаются результаты. И вот я считаю, что для Абхазии это тоже очень важно. В Абхазии на сегодняшний день функционирует порядка 150 общественных организаций и объединений. Какую роль играют они в жизни общества и государства? На этот вопрос попытались ответить участники встречи. Как было отмечено, деятельность организаций гражданского общества вносит вклад не только в решение социальных и образовательных проблем, но и в формирование политической культуры, которая базируется на таких ценностях, как гражданские свободы, равенство всех перед законом, верховенство права, соблюдение прав человека. Гражданское общество Абхазии поднимало, занималось вопросами прав человека на протяжении всего своего существования, послевоенного периода. И на разных этапах нашего развития мы в разной форме работали. Это была и просветительская работа, это с молодежью, то есть различные тренинги, семинары и в школах, и с молодыми людьми, и с учителями, и с представителями гражданского общества. Мы очень много работали на протяжении всего этого времени над разными законами, предлагали различные поправки в законы, предлагали проекты законов. Работа по соблюдению, защите прав человека – это как раз работа, которая позволяет достигать каких-то результатов в более эффективном существовании государства. Главное предназначение гражданских обществ – это объединение неравнодушных граждан, которые хотят влиять на те или иные процессы в жизни государства и принимать участие в решении многих сложных вопросов. Участники встречи приняли заявление, в котором отмечено, что демократическое государство не может состояться без активного гражданского общества и без его тесного взаимодействия с госструктурами. Для того, чтобы оздоровить ситуацию в обществе и решать актуальные задачи, необходимо наладить более тесное партнерство гражданского общества и государства, привлечь гражданские организации к участию в формировании и реализации выверенной государственной политики, считают участники форума. Уже больше месяца абхазские и российские археологи совместно ведут археологические раскопки в поселке Джантух Творчалского района. За это время здесь было найдено множество предметов исторической ценности. Цейджер Салия побывал на месте раскопок. Комплекс исторических памятников на горе Джантух в местности Акармара впервые был обнаружен археологами в 2005 году. С тех пор каждое лето, уже в течение 13 лет, абхазские археологи совместно с российскими коллегами ведут здесь раскопки. В этих местах был обнаружен могильник, на котором исследовательские работы уже завершены. Два года назад вблизи от могильника был найден производственный участок, где раньше изготавливали предметы быта. По словам специалистов, артефакты, найденные здесь, относятся к алхитской культуре периода с XIII по II век до н.э. Поселение было очень большое, оно тоже бытовало около 1000 лет минимум. Внизу, вот под этим склоном, находились жилые кварталы поселения, видимо. Здесь находился производственный участок. Уникальная находка, потому что в Абхазии не были известны производственные участки этого времени. Здесь делали металл, видим железо, возможно, также и бронзу. Дело в том, что есть шлаки, есть печки горные для производства металла. То, что мы сейчас видим на раскопе, это уже завершение наших работ, это стенки, ограживающие помещения. Очень много камней обработанных, оптесных камней. То есть явно, что местное население находилось на довольно высоком уровне развития. Работы на данном археологическом объекте идут уже около месяца. Экспедиция, занимающаяся раскопками, состоит из историков и археологов разных городов России. Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Кургана и Ишкар-Алы. Находки интересные. В прошлый раз мы копали, правда, когда я ездил на могильнике, а теперь вот новый какой-то объект. Тоже необычно все равно. Какая-то связная специфика есть. Но сейчас мы копаем террасу. И, видимо, это либо комната, либо проход между террасами. Много керамики. Главное найти античную сейчас, потому что местной много, а античной мало. И именно по античной мы можем остановить точное время, вплоть до 30 лет этого памятника. За последние годы археологических раскопок было найдено множество предметов, представляющих историческую ценность. Среди них оселки, пряслицы, топорики, наконечник деревянного плуга и множество керамических осколков. Я бы хотел показать какие-то особые вещи, которые мы нашли в этом году. Это железный топорик. Значит, аналогов очень мало, не то что в Абхазии, в Закавказье. Массовая находка в основном это местная керамика. 98-99% в основном все это местное производство. Я думаю, что здесь есть очень ценные вещи, те, которые обогатят наши государственные музеи. Предметы, найденные в этом году на археологических объектах на горе Джантух, отправятся в Москву для изучения. Затем они будут переданы Государственному музею Абхазии. Саиджер Саля, Бесланчхенжерия, Абхазское телевидение. Продолжаются мероприятия, направленные на борьбу с коричневым раморным клопом в Абхазии. Министерство сельского хозяйства информирует, что в каждом районе республики под контролем управления сельского хозяйства администрации районов осуществляется бесплатная выдача гражданам республики средств фитосанитарного назначения для борьбы с клопом. Для жителей города Сухом выдача яда химикатов осуществляется под контролем службы защиты растений Минсельхоза. Пункты выдачи средств фитосанитарного назначения. Город Сухом. Муниципальное управление Санэпидстанция. Улица Воронова, 34. Алла Беляева. Телефон 226-10-46. Гагарский район. Отдел сельского хозяйства в администрации района Геворг Гаранян. Телефон 991-66-75. Гудаутский район. Управление сельского хозяйства в администрации района Юрий Кварацхелия. Телефон 770-40-87. Сухомский район. Отдел сельского хозяйства в администрации района Дамей Тужба. Телефон 994-99-05. Гулрыбский район. Управление сельского хозяйства в администрации района Рафик Григорян. Телефон 770-68-78. Ачимчерский район, Управление сельского хозяйства в администрации района Ишсо-Гургулия, телефон 927-28-35, Давид Ашуба, телефон 771-03-97. Ткуарчалский район, Управление сельского хозяйства в администрации района Амиран-Джинджолия, телефон 993-5102. Галский район, Управление сельского хозяйства в администрации района Томас-Цвижба, телефон 770-16-86. В Ачамчире завершился пятый ежегодный республиканский турнир по мини-футболу, посвященный памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии. Об итогах турнира в нашем следующем сюжете. Футбольный турнир, организованный отделом молодежи и спорта администрации Ачамчирского района и молодежным центром Гюена с префинансовой поддержкой компании Амобайл, уже стал традиционным и проводится в пятый раз. В этом году в нем приняли участие 40 команд из всей страны. А это более 200 футболистов из Ачамчирского района, Гудауты, Гагры, Пицунты, Агудзеры и Сухома. Турнир поистине стал праздником не только для жителей, но и для города Ачамчира в целом. На протяжении 10 дней на полях собираются гости республики, чтобы не только поболеть за любимую команду, но и получить массу эмоций от общения друг с другом. Для нас, как для организаторов, очень приятно осознавать, что спортивные мероприятия привлекают все больше участников и болельщиков. Тем самым приобщая людей к активному образу жизни. Турнир длился две недели на трех мини-полях города. Матч посетили большое количество зрителей. Поддержать свою команду приезжали болельщики из других районов республики. Молодежный центр Гюена со всей ответственностью подошел к организации турнира. И с каждым годом количество желающих принять в нем участие увеличивается. Начинали мы с 32. Сегодня у нас 40 команд. Конечно, очень много гостей, очень много знакомств, очень много положительных эмоций. Ребятишки знакомятся, общаются. В финале встретились футболисты из Гагры и Агудзеры. Кстати, агудзерская команда впервые принимает участие в турнире. Игра была достаточно интересная. Долгое время ни одна из команд не могла забить гол в ворота соперника. Но на этот раз повезло новичкам. Игра закончилась со счетом 3-1 в пользу футболистов из Агудзеры. Юбилейный турнир, посвященный памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии, завершился вручением грамот и денежных призов. В итоге первое место и денежный приз в размере 100 тысяч рублей получила команда из Агудзеры. Второго места и денежного вознаграждения 60 тысяч была удостоена команда города Гагры. И, наконец, на третьем месте футболисты из Гудауты. Игрокам этой команды также был вручен кубок и 30 тысяч рублей. Сария Смыра, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова